Ребята, всем привет! Меня зовут Роман и вы смотрите канал Видео Лепка. Сегодня по вашим просьбам я слеплю новых героев из игры Растения против Зомби. Ссылку на плейлист по этой игре вы найдете в описании под видео. Сегодня я слеплю две новых фигурки. Первым будет Безумный Дэйв. Сразу подготовлю все основные детали, а для каркаса, как обычно, буду использовать алюминиевую проволоку. Дэвид Блейзинг, известный в игре Растения против Зомби, как Безумный Дэйв. Один из главных героев игры. Служит в качестве рассказчика и инструктора в режиме приключений. Представляет игрока на определенных уровнях и объясняет некоторые из мини-игр и бонусных уровней. У него есть магазин, расположенный в багажнике его машины, в котором он продает разные товары для борьбы с зомби. Примечательные особенности Безумного Дэйва включают в себя коричневую бороду и кастрюлю, которую он всегда носит на голове. Также он носит белую рубашку, синие джинсы и кроссовки с белой подошвой. История Дэйва началась до Вьетнамской войны, но именно в этот период его имя стало обсуждаемым и получило известность. Этому способствовал генерал Гамильтон, который также после окончания войны продвигал идеи Дэйва в военные структуры. В то время Дэйв учился и работал в лаборатории. Он был одним из тех ученых, которые нашли способ обезвреживать растяжки врага на расстоянии, причем не взрывая заряд. После этого его заметили военные и взяли в свою закрытую программу. Ему тогда было всего 16 лет. Он придумал смазывать лезвия солдатских мачете смесью из керосина и моющего средства. Химическая реакция заставляла любое растение в этих джунглях высыхать за считанные секунды. Солдатам стало куда проще проходить сквозь заросли, но против сидящих в кустах вьетнамцев помогало слабо. У Дэйва уже тогда было много безумных идей, в которые мало кто верил. Согласно его теории, любой живой организм можно заставить работать на себя. Для этого достаточно было направить нейроны, или как в случае с растениями, исключительно биологические нейроны с информацией по стеблю, и организм начинал развивать собственный мозг через совокупности клеток. Достаточно простой и очень условный, но все-таки мозг. Первый же эксперимент закончился успехом. Растение начало реагировать на приближение человека, тянуться к нему, причем немедленно, а быстро. Будто бы следом за мозгом у нее появилась мышечная система. Война скоро закончилась, а Дэйв так и не успел вырастить ни одного бойца из растений. Но Дэйв не опустил руки и продолжил свои эксперименты. Несколько лет Дэйв продолжал эксперименты по созданию послушных растений, но выпивка и депрессия наложило на его разум ужасный отпечаток. Логическим завершением стало то, что Дэйва поместили в лечебницу с диагнозом шизофрения, пока однажды он оттуда не сбежал. Он вновь начал свои эксперименты и получил результат, который помог в борьбе с доктором Зомбасом. Доктор Зомбас нашел способ оживлять мертвецов и создал себе целую армию. В один день кладбища одно за другим стали оживать, исторгая из себя сотни и тысячи еще не до конца разложившихся трупов. У мертвых была одна цель – одеть на себя атрибутику их прошлой профессии, будто это дало бы им новую жизнь, и полакомиться мозгами живых. Против зомби выступили бойцы национальной гвардии, но их оружие не смогло справиться с живыми мертвецами. И тут до отступающей из одного маленького города национальной гвардии доходит слух, что мертвецов становится меньше. Послали разведчиков, и те заприметили огромную гору трупов рядом с одним из непримечательных домиков рядом с кладбищем. Тогда-то военные и узрели правду. Гигантский горох, кукуруза, капуста и много что еще безжалостно расправлялись с ходячими мертвецами. Когда атака мертвецов захлебнулась, солдаты нашли автомобиль Дэйва, что стоял там неподалеку. Самого Дэйва не было, но в его автомобиле были найдены созданные им семена быстрорастущих приручаемых растений. Это и спасло жителей от нашествия зомби. В общем, ребята, вот такая история безумного Дэйва. Ну а я продолжаю лепку. Если вы хотите, чтобы я слепил и других героев из этой игры, то пишите в комментариях. А также не забудьте поставить лайк, чтобы я видел, что вам нравится эта тема. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот такая фигурка безумного Дэйва у меня получилась. Далее по вашим просьбам я слеплю фигурку зомби Гаргантюа. Для лепки фигурки Гаргантюа я смешаю голубой пластилин с небольшим количеством зеленого и серого пластилина. Гаргантюа это зомби из серии игр растения против зомби. Одет в рваную коричневую фигурки, одет в рваную коричневую футболку, синие штаны, в спине привязан веревками мусорный бак, в котором сидит чертенок, держащий веревку, привязанную к красному ошейнику на шее Гаргантюа. В левой руке он может держать телефонный столб, дорожный знак или обычного зомби, которыми он давит растения и грибы. Имеет прочность 150 горошин, а стадии деградации проявляются на 50 и 100 повреждениях, при которых у зомби появляются пластыри, а на 75 повреждении Гаргантюа бросает чертенка. А при уничтожении он бросает свое оружие и с ревом, подобным реву зомбота при уничтожении, падает на землю. Лепку фигурки Гаргантюа я начинаю с нижней его части. После того, как я слепил ему ноги, устанавливаю фигурку на подставку. Снизу проволоку загибаю, чтобы фигурка была более устойчивой, а также к подставке прилеплю кружок из картона, чтобы она не прилипала к столу. Далее прилеплю туловище и руки. Продолжение следует... Продолжение следует... Из пластилина коричневого цвета слеплю рваную майку для нашего Гаргантюа. Продолжение следует... Продолжение следует... Далее слеплю веревки, которым будет привязан бак, в котором будет сидеть чертенок. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Далее из коричневого пластилина слеплю деревянный столб, который Гаргантюа будет держать в левой руке. Теперь слеплю голову. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Для соединения головы и туловища буду использовать отрезок алюминиевой проволоки. На шею Гаргантюа из красного пластилина я слеплю ошейник. Сзади на ошейнике есть кольцо, за которое привязана веревка. Теперь слеплю чертенка, который будет сидеть в мусорном баке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Итак, ребята, вот такая фигурка Гаргантюа у меня получилась. Спасибо вам за просмотр, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующие видео. Ссылку на нашу группу ВКонтакте и Инстаграм вы найдете в описании под видео. Желаю вам отличного настроения. До скорой встречи!